Это понятная политика. Здравствуйте. Последние годы Европейский Союз делал все, чтобы столкнуть Киев и Москву лбами, обильно приправляя так громкими лозунгами, вроде мы с вами едины. И вот конфликт перерос в горячую стадию, и украинские беженцы хлынули в новый западный дом. По разным данным на просторах Старого Света очутились до 5 миллионов человек. Если Европа не пришла к Украине, то Украина пришла к Европе почти без стука и не разувшись. Где-то подобное мы уже видели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот союз спустя всего несколько месяцев уже точно не по любви. Все разговоры о братстве и помощи красиво звучат с высоких трибун. В реальной жизни все намного иначе. И, похоже, Запад в который раз отказывается выполнять свои обещания солидарности и всеобщей поддержки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 15 июня мэрия Праги заявила на официальном сайте. Центр помощи украинским беженцам закрывают. Причина слишком большой поток и невозможность перераспределить в другие регионы прибывающих людей. Проще говоря, ясный посыл другим. У себя размещайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши украинские друзья, которые приехали оккупировать нашу страну. Потому что по-другому это назвать нельзя. Так требуют услуги. С ребенком идут в больницу с обычным насморком. При этом требуют провести все тесты, за которые платим мы, налогоплательщики. Медсестры уже настолько умные, что смотрят паспорт и проверяют, откуда эти люди приехали. Эти люди совершенно не приехали с мест военных действий. И в паспортах имеют штампы Израиля, Египта и тому подобное. Так они используют нашу систему. Небольшая Чехия приняла более 300 тысяч украинцев. Те сразу же стали требовать комфортное проживание, пособия и льготы. Но при этом идти на работу никто особо не думал. Вместо этого приезжие методично вносили вклад в ухудшение криминогенной обстановки. Фактор денег для Чехии очень важен. Срывать уже третий туристический сезон в Праге из-за хамоватых гостей крайне накладно. Откровенно в шоке оказались болгары. Украинцы требовали заселить в отелях у моря, выбирали себе номера и солнечную сторону. Совсем не похоже на обездоленных. Терпели южные европейцы недолго. Кровь тоже горячая, тоже наступил тур-сезон и беженцев перевели вот в такие уютные апартаменты. Смотрите, куда нас заселить хотят. Колючая проволока, стены. Прям как на зоне. Суровые строительные вагончики за колючей проволокой украинцы назвали полевым концлагерем и тюрьмой. Беженцы мешают зарабатывать деньги. Только что закончился ковид. Сейчас европейцы собираются получить прибыль. А все занято беженцами. И они готовы перемещать их в лагеря. Деньги дороже разговоров о богатстве. Тех же болгар вполне можно понять. Истории с душком одна другой колоритнее. Постоянные скандалы порчи имущества. Некоторые отели после таких гостей нуждаются в серьезном ремонте. Еще так стыдно. Мне не было никогда. В одной из гостиниц нам отказались показать номера, потому что там три месяца жили украинские беженцы по программе правительства Болгарии. Оказалось, что номера убиты и реально нуждаются в реновации. Туристов туда поселить не могут. Гостиницы, принимавшие беженцев, в ужасном состоянии и не готовы на 100% к летнему сезону. Об этом откровенно говорили менеджеры. Но очень осторожно, чтобы нас не обидеть. Оказывается, наши временные переселенцы просто оставили после себя загаженные комнаты и кучу претензий. От «почему нет all-inclusive» до «мы не будем переселяться и ехать домой, наши дети нуждаются в морском воздухе», написала на своей странице в Facebook представитель туристического агентства BookTravel из Черновцов Наталья Андрусяк, которая побывала в Болгарии с инфотуром. Андрусяк пишет, что ее добили фото номера в гостинице, где дерьмом на стене написали слава Украине. Это фото сейчас активно гуляет по болгарским соцсетям. Дело в том, что украинцы не понимают, что они в гостях. Они свято верят в то, что им все должны. Изначально им должна была только Россия. Слава Богу, они сейчас повернули свои взоры на Запад и теперь требуют гостеприимства, почета, уважения и всего остального именно от западных стран. Им внушили, что именно Запад виновен в том, что произошло. Именно Запад не предотвратил то, что случилось 24 февраля. Я тут где-то, наверное, даже соглашусь, потому что у Запада было 8 лет для того, чтобы заставить Украину реализовать, имплементировать эти минские договоренности, эти обязательства, которые на себя Украина брала. Но Запад был глух и нем, они делали вид, что ничего не происходит, что так и надо. А сейчас пусть расплачиваются, вот пусть расплачиваются, и пусть они увидят это украинство во всей своей красе. Теперь перенесемся в Австрию. Там украинцы в центре Вены сильно избили таксистов, не поделили парковку. Глядя на это, местные политики отбросили в сторону налет дипломатии. Деваширов назвали преступниками и дезертирами и посоветовали правильно восвоясь и возвращаться домой. Вместо того, чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене. Убирайтесь из нашей страны. Сразу скажем, не всех под одну гребенку. Беженцы разные, ведут себя неоднотипно, но вопиющих случаев очень много. Это, например, уже Польша. Здесь переселенцы убили местного жителя, который заступился за девушку. Заметным упорством портят и имущество, где мерещится призрак России. Так в Риге незалежные мужчины испортили машину марки BMW серии M. Надписи «Слава Украине!» Азов украсили авто из-за якобы флага ЛНР на транспортном средстве. Вот только подобное сочетание цветов – это заводская раскраска данной модификации BMW. Схожий скандал случился и в Таллине. Молодого человека задержала полиция, потому что в электросамокате этой же немецкой марки разглядели российский триколор. Давлению подвергаются и взрослые дети. В окна российских квартир порой летят яйца, а витрины магазинов с русскими товарами забрасывают камнями. Вот история жительницы нидерландского рейсовика. Там за русское имя и фамилию могут на ребенка даже напасть. В голландскую полицию подала заявление женщина, которая сказала, что ее шестилетнего ребенка избили с лозунгами за Украину. То есть я не понимаю, какая может быть претензия к шестилетнему ребенку, который, может быть, даже родился здесь и в России, и не был никогда. Да, но просто, да, у него русское имя, русская фамилия, и он говорит по-русски. Неадекватные поступки приезжих мешают нормальной жизни местного населения. Тотальная русофобия и отсутствие какого-либо стеснения. Грубое «мы всегда правы» и нахальное «общайтесь с нами на мове». Следующий пример из Молдовы. Она вас обслуживает, она разговаривает с вами на русском языке, а вы начинаете на нее орать, почему она с вами разговаривает на русском языке. Вот вы мне скажите, вы вообще нормальные люди вообще? Вот кто вы такие? Вот если вам что-то не нравится, собирайте свои манатки тогда. И уезжайте обратно в Украину. Со своим Майданом в чужой монастырь не ходят. Украинцам быстро показалось, что им все должны. Льготы, пособия, что называется, в магазины без очереди. Можно не работать, законы не соблюдать и всех кругом учить своей жовто-блакитной жизни. Но когда вместо благодарности хамство, а вместо элементарной этики наглость, пижонство и даже драки, тут и консервативные европейцы все громче задаются вопросом, не засиделись ли, дорогие гости. Беженцы, судя по многочисленным отзывам, причем из самых разных стран, из Латвии, из Молдавии, из Болгарии, из той же Польши, из Словакии, из Германии, ведут себя как скоты. Они требуют отношения как к господам, ну или, по крайней мере, как к избранным. Они хотят получать все бесплатно, при том, что многие из них вовсе не являются бедными или тем более нищими. Они приезжают на автомобилях премиум-класса, дорого одеваются и требуют всего бесплатно. Это вызывает очень сильное раздражение, и в Молдавии, скажем, из некоторых мест их просто выгнали. Схожая сюжет и по всему периметру ЕС. Зато США, главный союзник Украины, принял аж 10 тысяч человек. И это из 5 миллионов. Но для этого у Вашингтона и есть колонии, наподобие Польши, дабы приютить, например, вот таких обездоленных дам. Просто выбор такой, типа, или ты здесь питаешься и рыгаешь, или в Макдональдсе ты пытаешься это запхнуть и хотя бы обратно не идешь. Это просто Индия, бля, как от кого-то потом воняет. В коридоре никого нету, да, воню страшная. Достойная славы Украина к истории произошла и в Англии. Британец Тони Гарнетт вместе с женой и двумя детьми приютил беженку Софию Каркадым. Оказалось, не самое мудрое решение. 10 дней понадобилось украинке, чтобы увезти британца из семьи. Поставив на дыбы западный Йоркшир, девушка еще умудрилась продать эту историю местным таблоидам. Те же СМИ нашли близких друзей Софии, которые только за деньги рассказали о характере девушки и ее изучении курсов быстрого соблазнения. Уже бывшая жена британца Лорна Гарнетт тоже молчать не стала. Выступила публично с требованием оградить мужей Британии от пагубного влияния украинок. Добил и сам Тони, заявив, что Украина в сложном положении. Делаю все, что могу, дабы помочь. В первый месяц действительно мы видели радушные приемы. Но сегодня европейцы устали. У европейцев свои экономические проблемы, которые они хотят решать в первую очередь. Те санкции, которыми должны были убить экономику Российской Федерации, оказались губительны для самой Европы и для всего западного мира. Той же Великобритании и Соединенных Штатов Америки. И они не выдерживают сегодня экономических проблем, а здесь еще как минимум 7 миллионов беженцев. В который раз европейские политики последствия своих решений переложили на плечи простых европейцев. Те пустили беженцев в свои дома, а где-то и в спальни. Их же налоги расходуются на прием, содержание, питание. Их же кошельки чувствуют обратный эффект абсурдной и слепой санкционной политики. При этом оружие в Украину идет все больше, африканским странам грозит небывалый голод. И поток беженцев может вырасти в десятки раз. Теперь обратимся к Польше. Здесь к украинцам относятся довольно тепло. Анжей Дуда в каждом интервью заявляет, что спать по ночам не может, так переживает за Киев. Настолько, что даже собирается возвращать в незалежную беженцев-уклонистов. Власти Польши сделали еще один шаг на пути избавления себя от украинских беженцев. Правда, обставить эта польская сторона постаралась по возможности изящно. На Украину будут отправлены те покинувшие ее граждане, которые на родине пригодны к военной службе. Уже с 27 июня украинских беженцев-уклонистов будут принудительно выдворять с польской территории. Пока же у них есть время на то, чтобы покинуть Польшу добровольно. Депортировать будут мужчин от 18 до 60 лет. Получается, в Польше останутся только женщины и дети, которые совсем скоро могут стать поляками. Решение демографических вопросов за счет соседа – изящный инструмент. Эксперты говорят, что к такому шагу сама Варшава подталкивала Киев. Полякам надоело агрессивное поведение украинцев. Они разнесли несколько лагерей, ограбили ряд магазинов и вели себя вызывающе нагло, по мнению местных жителей. Правда, стоит отметить, что некоторые все же соглашаются на работу. В основном, низкооплачиваемую. Как важно? Европа! Получается, вы приехали в Варшаву для чего? Чтобы собирать бычки? Я стою в бизнес! В бизнес! Спору нет. Лучше собирать окурки, чем громить Европу. Но это видео показывает, братья-украинцы там нужны разве что как дешевая рабочая сила. Сразу вспоминается цитата одного медиамейкера. Украинцев в мире встречают как богов, спустившихся на землю. Поэтому мне, даже как гражданину Украины, хорошо. А с моей популярностью так мне вообще прекрасно. Но, видимо, украинский Олимп продолжает разбиваться о европейское плоскогорье. Правила игры меняет и Польша. С 1 июля Варшава прекращает выплаты украинским беженцам. Впереди только работа на пана. Тем более клубника сама себе не соберет. Польский МИД вот так прямо и заявил. Работайте, братья, халявных денег не будет. Мы исходим из того, что многие люди в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать. Они их заманили. Они же, Польша сейчас в статистике приняла наибольшее количество украинских беженцев, я имею в виду, да, вот там в западной части. Вот. Они их прикормили, что называется. А теперь все, лавочка прикрывается. Теперь, если хотите здесь жить, то, пожалуйста, идите устраивайтесь на работу. То, понятное дело, что никто там на хребные места, что называется, да, там, руководителями, там, педагогами, там, в медицину, никто никого не возьмет. У них своих хватает. Плюс для того, чтобы получить эту работу, нужны дипломы подтвердить, издание языка должно быть. Очень многие есть факторы. Зато, пожалуйста, низкооплачиваемая работа. Отменили украинцам в Польше даже бесплатный проезд. Но пальму первенства держит Германия. Про скандалы с канцлером Ливерной Колбасой мы рассказывали. Теперь же посол Украины Андрей Мельник обвинил Берлин в отсутствии должного гостеприимства. И немцев можно понять. Почти полмиллиона украинцев отказались искать работу и подали документы на пособие по безработице. Охоту за Харт-4, так называется в Германии пособие по безработице, объявили еще в 2016 году беженцы из Сирии, Африки и Афганистана. В среднем на одного члена семьи можно получать до 400 евро. Программа была разработана в начале нулевых для немцев, но лазейки в законодательстве позволяют и получившим статус беженца требовать выплат. К слову, в 2005 году пособие получало полмиллиона человек. После 2016 число выросло в 10 раз за счет беженцев. В Германии украинцы тоже ждали красную дорожку и отели «Пять звезд». От скромных условий теперь в немилости Европа. В Германии нам устроили просто концлагерь. Вот нам дали в баскетбольном зале палатки. Сегодня нам заявили, что мы сами должны готовить, сами должны убирать за собой, сами мыть туалеты. В той же Германии для языковой адаптации украинцев запустили специальный сайт. Называется он «Мой друг свинья Микола». Поросенок вызвал шквал издевательств и претензий. Украинцы увидели в этом очевидный намек. И вот здесь вот происходит действительно обличение европейского или западного цинизма. Их благодетель превращается всего лишь навсего в ненависть и пренебрежение, что изначально лежало в отношении к нам, к славянам. Еще одни друзья по палате – прибалты. Так Латвия и Литва больше не хочут принимать украинцев. Правительство требует денег, а собственники квартир из-за имиджа погромщиков жилья беженцам отказывают повально. Проще говоря, живите на улице со своими проблемами. Медовый месяц Европы и пришлой Орды с Востока изначально не мог продолжаться слишком долго. Миллионы украинцев заполонили старый свет, скакали на площадях и распевали свой государственный гимн. Разрисовывали советские памятники в цвета прапора. Совместно придумывали, как бы половчее надуть систему. И, конечно же, требовали халявы. Терпения у местных властей и населения хватило всего на три месяца. Вполне очевидно, что европейские каникулы и праздник жизни быстро подходят к концу. Во-первых, Европа не любит халявщиков. Во-вторых, умеет прекрасно считать деньги. А беженцы перегружают и бюджет, и инфраструктуру. Наконец, в-третьих, громкие лозунги политиков и слова на ветер – типичная практика западного обмана. Конечно, не способствует интеграции в западное общество и поведение тех украинцев, которые, попадая за рубеж, полагают, что весь мир им должен. В конце концов, их политическая верхушка ведет себя точно так же. Вот они и воспроизводят ее поведение на бытовом уровне, демонстрируя кондукторам парижского или варшавского автобуса свой паспорт и искренне не понимая, почему в ответ слышат недовольство, а не бандеровский клич, ставший обыденностью на Украине. И получается игра в горячую картошку. Несколько миллионов украинцев, европейцы попросту пытаются спихнуть друг на друга. Да, есть индивиды, которые своим поведением создают крайне противоречивый имидж беженцам. Но ведь есть место и настоящим трагедиям, для которых, впрочем, в свободной Европе нет никакого дела. И тест на сострадание в данном случае не уместен, ведь эти же политики по-прежнему призывают украинцев воевать до последней капли крови. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова